Друзья, всем доброго времени суток. Меня зовут Анатолий, и вы на канале Рыбачьте с удовольствием. Ну и как всегда в начале ролика, новая анекдота рыбалки. Прочитал такую статью. Суровые калининградские рыбаки утопили экскаватор, которым они ловили рыбу. Вот сижу и думаю, как же скучно я живу. Раннее майское утро, я уже на рыбалке на озере. Вы только послушайте, как птицы поют. Вчера с друзьями были на рыбалке на водохранилище. Очень как-то печально совсем. За полдня одного леща только на троих. Причем ни мелочи, ничего. Вот лещ. Причем мы вдвоем уже уехали, там Виталик остался. И парканул одного лещика. И после этого опять нету поклевок. Вчера такое еще ночное похолодание до ноля. Ну что происходит, не знаю, с рыбой. Плескалось все. И кормили разной дистанции. Я даже двумя удилищами поочередно ближнюю и дальнюю дистанцию. Там на где-то 35 метрах, на 60 кормил. Никакой реакции. Были какие-то такие еле-еле одиночные тычки. Но на этом все заканчивалось. Ну как-то совсем печально. Поэтому сегодня, точнее вчера уже вечером сидел, обдумывал, куда поехать. Поехал на озеро, тут недалеко от города. Думаю, поеду на мелководье. Раз такие дела, холодильник, надо ехать на озеро, где вода все-таки прогревается. Ну, лучше прогревается, чем, допустим, на водохранилище на больших глубинах. Здесь все-таки солнышко, полтора метра глубины, вот где мы сейчас рыбачим. И есть надежда, что все-таки здесь рыбалка будет интереснее. Раненько по приезду замешал прикормку. Сегодня это вабик двойная корица. Плюс добавил туда пшено. Сегодня без кормового мотыля будем, так вот, в качестве крупной фракции будет пшено. Места знакомые, так что особо здесь с дистанцией не парился. Закормился на 50 метрах. Сегодня такое с утра небольшое приключение. Пришел тут, по тропинке пришел, значит, нашел себе место, вот кладочку. Сел, кресло раскладывается. Одного барашка нету, который вот кресло фиксирует. Как-то открутился. Блин, думаю, у меня-то есть запасной, дома где-то валяется там. Думаю, пойду, похожу. А тут тем более надо было метров где-то сто по кустам таким. Ну, узкая такая тропинка. А кресло было закреплено на тележке. Думаю, ну, где-то шел, может, открутилось. Иду, иду по этой тропинке. Примерно понял, с какой стороны оно должно валяться. Нету этого барашка, е-мое, думаю. Да что за дела? Думаю, ну, пройду весь путь, вот как шел до машины. И что вы думаете? На полпути, на ровном месте, просто, ни кустов, ничего. Валяется мой барашек прямо посреди этого, посреди тропинки, вот прямо. На поляне. Как открутился? Ну, не знаю. Что там произошло? Ну, слава богу, нашел. Друзья, перопоклевка. Еще даже не расцвело. Только закормился минут 10, подождал. Не, есть. С какой-то веткой тащил, походу. О-о-о, крупная. Это плотвень, да. Жесткая. А пахнет, такой запах, запах травы такой, какой-то от нее. Ну, красивая, смотрите, красноперая. Плотва, конечно, стеной стала на точке сразу. Причем, скажу, размер такой не радует совсем. Если вот был там предпоследний раз на глубинах, то и плотва крупнее, а здесь какая-то такая сечка. Объедает моментально мотыля. Даже уже начинают цеплять уже по три, по четыре мотыля, потому что, ну, моментально съедает. Даже опарыш такой уже, одна сопля от него осталась. Но будем ждать все-таки рыбку покрупнее. Оно здесь так. Клюет, клюет, клюет мелочь. Как только подходит стая подлещика или там, ну, какая-то другая, может, лещ, может, карась. Сразу же отгоняет и все. Сейчас попробую нацепить вот так опарыша и два мотыля колечком, чтобы она засеклась. Очень помогает, кстати. Вбился я в какие-то ветки или что, не знаю. Тащу просто, что-то висит там плетнёй, не знаю. О! И плотву тащу, и что-то ещё на кормушке намотано. Нет, а густёрка. Видите, что творится. В какие-то листья там кормлю. Здесь такой лиственный лес. Ольха. Ну, и где-то по осени, конечно, тут сыпят конкретно листьями, это всё опадает. Первый раз тащил вообще, думал, карась какой или что, потому что так даже как-то в сторону. Наверное, ветка какая-то была, но не так, не сразу на точке, а немножко дальше, ну, ближе ко мне. Вот. Думал, что карась какой-то повис или что, потому что в сторону, потом пух, отцепилась. Ну, короче, ветка какая-то была. Как обычно, начиная с двух мотылей и одного опарика, это такой разведывательный вариант. Как только подойдёт какая-то рыбка покрупнее, уже будем, конечно, укрупнять наживку. Ну, а сейчас так, так как мелочь стоит, поэтому надо поменьше такую наживочку делать, чтобы она всё-таки смогла как-то заглотить её. Вообще собирался ехать на другой берег, но сегодня передали восточный ветер и довольно такой порывистый, 6 метров порыва до 12, и что-то я подумал, что, ну, не высижу я там. Хотя там тоже хорошие, интересные места такие. Но здесь, посмотрите, как хорошо, лес со всех сторон комфортно. И вот по Винди есть такая программа Винди. Советую, скачайте себе, всегда будете видеть, в каком направлении ветер именно на конкретном водоеме. Стрелочками показывает. Поэтому выбрал это место, будем здесь сегодня рыбачить. После вчерашней рыбалки, конечно, поклёвки радуют. Сошла рыбка, была, что-то небольшое было. То сегодня, конечно, весело тут. Пишу тут знакомым на Вайбер, одному, второму, третьему. Как бы вроде собирались на рыбалку поехать. Но что-то никто не отзывается совсем. Может, погода испугала, может, ещё что-то. Но такое, я скажу, тепла нету совсем. Пошёл ветерок. И вы знаете, вон, перчатки пришлось одевать под мерзаю даже. То есть, не совсем комфортно так. На день такая 13, по-моему, градусов. То есть, ну, прогреется, должно прогреться. Единственное, конечно, очки забыл в машине. А до машины так порядком идти, и тут вещи не оставишь. Поэтому буду рыбачить без очков. Но солнце у меня сзади. Еле-еле там появляется. Так что, я думаю, что они мне тут особо не понадобятся. О, давай-давай-давай-давай-давай-давай. Давай-давай-давай. Давай. Начал укрупнять наживку. И как-то вот, знаете, даже платва покрупнее пошла. Что интересно. Два опарыша, 4-5 мотылей. Думаю, буду, блин. Уже так нормально вкормил, потому что постоянно на перебросах. Уже точка хорошо вкормлена. А может, дает-дает, а? А может, просто, что ветер пошел, и вот. О, смотрите. Подлещик первый. Ну, прикол. Опа-па, отцепился. Куда-то, спортсмен, а? А может, тут ветер пошел, вот, и подогнала немного рыбу. Все-таки. Постоянное кормление должно давать свои результаты по-любому. Хотя, может быть, иногда и отрицательно. Бывает, что перекормишь рыбу, и все. И куда-то она уходит. Но сейчас весна. Рыба должна питаться. Какая-то от нерестила, какая-то будет еще нерестить. Поэтому ей надо все-таки силы для всего этого. Тем более, после зимы надо откармливаться. Зимы, как таковой, не было особо. Тут льда не было. И этими ветрами, конечно, рыбу калашматит по озеру. Представьте, если лед, то подо льдом все-таки рыба спокойнее себя чувствует, чем, представляете, вот зима, близкая к налью температуры, и эта вся волна все скачет. Рыба, которая должна, ну, как бы, зимовать, отдыхать, а ей приходится постоянно двигаться. Подмешал еще пшена в прикормку. Надо как-то пытаться более крупную рыбу поставить на точку все-таки, чтобы она отогнала эту мелочь. Потому что рыба здесь есть, крупная. Возможно, вот пылящей прикормки ей недостаточно. Ей все-таки нужна крупная фракция. И плюс наживочку тоже укрупняю. Укрупняю вот так. Два опарыша, четыре мотыля. И возьмем еще чем-нибудь зипанем тут. Играет музыка. Играет музыка. друзья только забросил и такая интересная поклевка очень похоже на подлещиковую конечно но все-таки я думаю это не подлещик нацепил одного опарыша три мотыля колечком ого дает нет все-таки подлещик начала постепенно так загибать но такое видите не крупный 100 граммовичек такой но все равно приятно особенно после вчерашней рыбалки вот вы заметили каждый год отличается по рыбалке от предыдущего в прошлом году в это время как бы вообще хорошая рыбалка была но было прохладнее в этом году наоборот теплее но но клёва нет странно кажется такой вот перед нерестовый период ну должна рыба клевать нифига это все равно не то ладно пошел пошел тот лещ на нерест да но подлещик то идет гораздо позже нерестить ну и подлещик не клюет был вот на предыдущем месте здесь тоже на этом озере крупная плотва хорошая крупная плотва там конечно глубины побольше здесь вообще нет вот почему здесь мелководье должна найти на нерест все нифига почему то она сюда вот не заходит или что или вот она придерживается именно крупная плотва глубины этих мелкая все-таки здесь тоже вот интересно иногда на лодке вот летом иногда люблю на лодке порыбачить приезжаешь все погода идеально ветерок все как надо и стабильная погода стоит и вообще нету клёва как так происходит непонятно вот сейчас дипу и дипу и дипу и разными дипами пробую надо что-то придумывать ох ребята выждал поклевочку я начала к это мелочевка теребила сейчас такая потяжка на пол фидера что-то там тащу очень похоже на окуня конечно так и есть разбойник ну поклевка была такая как карасовая того окуня кот наплакал 20 грамм ема и и в заглот вот блин ну зачем вот отпускать хочу его и все товарищ зачем ты глотаешь на вы красивая поклевка такой вот пытаюсь заснять поклевки а постоянство в клеве нету поэтому не всегда получается и вот они такие внезапные поклевки по несколько минут жду нету поклевки а потом бах сразу сегодня вот такой стандартный подлещик 100 граммовики и не как-то крупнее нету что интересно звонил знакомый говорит тоже крайне удивлен что происходит в этом в этом году в мае клёво нету обычно в это время уже леща там подлещика лобби а это вообще клёво нету вот он сейчас ходит по речке со спиннингом и само утро еще поклевки даже не видел то есть и щука не хочет брать людей нету ну и тебя так потихонечку тут подлавливаю все таки водичка должна все равно сегодня прогреться должна рыбка активизироваться вы тут при разговоре так гадали почему так происходит ну во первых вот третий день стоит вот это полнолуние по слегка пошла луна на убыль возможно это вот как-то повлияло на клёв плюс восточный ветер восточный ветер ну как бы не совсем гуд именно по повод по клёву почему-то поэтому не унываем так чем эту пшикал мотыльным дипом таким ядреным бабах на наживку тогда быстрее происходит поклевка друзья а Постоянно цепляю мотыля колечком. Так все-таки лучше сегодня, так лучше всекается, потому что стоит плотва, плюс вот подсыпал сухой ароматике и вот тоже немножко она раззадорила рыбу, начала поклевывать, но скажу вам, ребята, тепла нету абсолютно. Ветер этот, друг звонил там, говорит, на просторе, горшка сдувает, ветрюган такой. А тут нормально, тут хорошо, так более-менее. Ветерок такими наплывами, все-таки он больше со спины, немножко справа вот так идет. Здесь в заливе он может быть закручивать, то есть не совсем понятна обстановка, как дует ветер, потому что здесь труба такая, в этой трубе он может быть закручивать. То есть он может быть и поперек этой трубы идти просто, просто здесь его закручивает. Вот так вот, три мотылечка, один опарыш, немножко туда вот этого сухого ароматизатора, такой ванильно-сливочный ароматизатор и вперед. Единственное, как-то у меня не могу забросить на дальняк, ну какой относительно дальняк, ну что-то я уже в клипсу не могу ударить, ослабел. Вторая рыбалка подряд. О, нормально. Поднатужился и забросил. Да, конечно, друзья, боковой ветер это вам не хухры-мухры. Надо, блин, приспособиться, чтобы бросать. Он то слабее, то сильнее, то его вообще нету. Надо какой-то вот делать градиент в сторону ветра туда. Все равно у меня не получается то влево, то вправо кормушка там, то метр туда, то метр туда перелетает. Главное, что все-таки в клипсу хотя бы на одной дистанции рыба там будет ходить. Вот так вот. Позвонил дружище. Говорит, жди, скоро приеду. Вот жду, у меня тут кладка еще вот. Второй человек может сесть. Я-то сижу тут почти посередине, то есть я могу еще подвинуться. Нормально. Я надеюсь, она тут под нами двоими конями не развалится. Потом вдруг другой позвонил. Говорит, сегодня объехал и Крым, и Рим. Везде интересовался. Ну, у него с утра там не получилось на рыбалку поехать. Интересовался по поводу клевого, по состоянию, что клюет, не клюет. Все жалуются, что вообще клевого никакого нету. Ну, в итоге он там приехал на водохранилище, на просторы. Говорит, ветер такой, что козырек загибается. Но, говорит, зато бросать удобно. Говорит, никуда не несет кормушку, прямо бросаешь и все. Ну, вот посмотрим, что у него. Говорит, уже пару поклевок видел, но что там поймал, не поймал, не знаю. Во время телефонного разговора у него была поклевка, он бросил телефон. Но, в прошлый раз, как он там был, там злючие ерши были, которые там сносили фидера со стоек. Может, сегодня там лещи будут. Прибойная волна, кстати, это очень хорошо. Ох, поклевка. Я ее коленом почувствовал даже. Фидер начал мне тут по ноге скакать, потом, блин, в живот ударил. А я тут в телефоне немножко, вайбере, друзьям пишу, там спрашиваю, что поклеву. Ну, прикол, да. Кто-то там такой очень бойкий. Наверное, придется даже подсаком воспользоваться. Ой. Ну, что скажу, чуть крупнее, чем предыдущие. Ну, такой, прямо бойкий. Сейчас его тащу, у меня фидер в дугу. Чуть-чуть больше, чем остальные. Ну, бойчак, бойчак. Грамм на 10 больше, чем остальные. Но это сыграло свою роль. Показал он мне, дираки зимой. Ну, так фидер трюсов, вот так вот. То есть, засекся, видимо, из-за педняга накололся там на крючок от страха. Рванул. И вот всем, ребята, мотыля колечком цепляю. Один опарик, штучки три крупных мотыля. И вот так вот. И уже даже не дипую. То есть, есть рыба на точке. И поэтому даже не дипую. И вот так вот. друзья что-то погоде поменялось начало тут ветер закручивать холодный капец и все и поклевок не видно понимаете пошла волна до этого были такие ну когда штиль тут у берега штиль у меня был ну видно вот эти еле-еле заметно этой чочки а сейчас вообще просто просто снимает мотыля с опарышем и все и не видно понимаете вроде как восточный ветер должен слегка туда идти но что там может на северо-восток уже поменялся перекручивает его сидим с другом дружище приехал ты тоже поклевок не видит достает там все там этот как его колготы женские уже места опарыша болтаются иногда стринге до полтора часа первое более-менее нормально рыба сначала дул ветрище а то в этот ветер резко прекратился тут штиль какой-то начали мы тут раздеваться с другом а там опять ветер потом слева ветер потом справа ветер и вот рыба нему не может понять чё и надо я вот думаю вот вот тащу думаю что там так сопротивляется смотрите-ка на кормушке мотня рыба то вот она плотвичка вот но я там почищу сидит может подсак на ранее а сейчас посмотрим что там у нас не бьется нифига где это фанера хищный реплод для сегодня нормально рыба друзья сегодня такая забрасываешь ждешь не за ее нет это у тебя там забрасываешь и как только начинают чуть-чуть тюкать надо сесть сразу тогда будет рыба чуть проморгал все что у нас там смотри или я ну жирный жирный у клея как жирный ну как почти жерех ребята уклейка первая на всю я думаю кто-то обедает у меня этого самого такая поклёвка и все и нету я уже догадывался что уклейка но как-то так если 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 мужчина подошел говорит нема уклейки не бери ну а пожалуйста осталось только вон дружище и шубер шай еще парканул для полнотыщи набора не это не будет быть караси целый день кормлю специально жду может лечь какой подойдет или карась нифига странно вообще теплая вода мелководье все ну вот как то так и большие наживки и поменьше и колечками и чулочками и носочками но если его нету ничего ты не сделаешь такой шарик вот видите делаю опарик 3-4 мотыль очка когда рыба стоит можно даже не диповать и вперед неплохо сработала вот именно сухая ароматика которую подсыпаешь прикормку и потом во внутрь кормушки забиваешь вот она тоже неплохо жидкую сегодня не лил вообще чё-то лень она так больше по реке все-таки работает я короче постепенно к себе перехожу там я вижу так резко как повисла рыба я не знаю что за фигня что-то нет ну тягал 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 кормушкой не хочет а еще включил камеру и поклевка закончилась да ё-моё всё беру тащу рыба сидит о птенец как так я не знаю причем что интересно начал тащить как-то и сопротивление не было там резко повисло как будто может догнал мотыля и клюнул там это жире лещ пелагический так можно было и гланды вырвать все поклевку тут высиживаю что-то начинает резко если в три поклевки ребята не подсек все можно уже прощаться там уже ничего не будет ну-ка бьется кто-то бьется там главный будет отбор пилотва не я же тебе говорю видно пальцы такой ли вы еле зацепился смотри там аккуратно прощай алёшка зачем ты мне сказал чтобы я на него смотрел аккуратно и смотрел аккуратно для не сорвался это не мой было наркомановский да ну что друзья собираюсь вот такая сегодня получилась рыбалочка не совсем то что хотелось но клёв видели с рыбкой бойкой поборолись есть мысли такие что все-таки рыба наверное сейчас камышах поэтому как такового особого клёва нету что есть вариант выехать с поплавочкой походить по камышам порыбачить друзья спасибо что смотрите мои видео подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии с вами был анатолий канал рыбачьте с удовольствием всем пока увидимся на следующей рыбалке